Виктория Беляева, Следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерша перестарался. Это не по неосторожности. Это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену. Я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно иметь. За что? За измен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дождались, похоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, чего вы одна по темноте? Давайте я вас провожу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошел. Субтитры создавал DimaTorzok Егорка, Занька, быстрее! Я на работу опаздываю! Мам, тебя на работе боятся? Разве я такая страшная? Нет, ну ты же их в тюрьму сажаешь, тех, которые жулики. А, жуликов. Ну, жулики может и бояться. Я у них не спрашивала. Ну ты спроси. Обязательно. Вот следующего жулика, вот сразу и спрошу. Давай, поедай, 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 быстрее, быстрее, быстрее! Давай в садик один пойду. Я уже большой. Большой, не то слово. Ну, нам же с тобой по дороге. Вместе веселей. И все ребята с родителями ходят. Мишку папа на плечах несет. Ну, на плечах я тебе далеко не унесу. Ничего. Я скоро вырасту и сам за тебя носить. Да, дорогой. Обязательно. Здравствуйте, Ирина Андреевна. Здравствуйте. Доброе утро. Валерий Гнатьевич у себя? Здравствуйте. Да, у себя. Да-да. Можно? Вы просили с утра зайти. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Проходите, Ирина Андреевна, садитесь. Чай, кофе? Лучше кофе, спасибо. Все хорошо. Все очень хорошо. Я кое-что придумал. Для нас. Для нас? Ты кое-что решил? Иричка, два кофе сварите, пожалуйста. Да, конечно. Я решил тебе дело Мостового расписать. Там ничего сложного, вполне приличная доказательная база. Подожди. Мостовой это рокер-маньяк. Там 102-я высшая мера предусмотрена. Да-да. Все правильно. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности, проявить свою грамотность и решительность. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. Но в этом я уверен. В этом ты у меня мастер. Ну, такая ответственность. Да. А то после этого у тебя будут такие позиции, что... Если меня попрут, ну, ты понимаешь, вряд ли я усижу на месте после развода. Валер, ну зачем ты так? Ты сделаешь карьеру за нас двоих. И я смогу уйти от жены. Сашка, привет. А что ты такой злой? Да. Сил моих больше нет. Вот, казалось бы, восемь часов у за стола простоял. Нет, у Блущенко опять что-то срочное. Иди, Саша, учись, ассистируй. Дольная же такая ординаторская. Перенимать опыт. А сколько можно перенимать, Наташа? Круглые сутки, что ли? У меня уже больше вреда, чем пользы. Сашка, давай скажем Альберту, что тебя жена дома ждет. Что тебе срочно нужно куда-то поехать. А я тебя заменю на операции. Я вчера весь день с картами просидела. Ярыгин. Я тебе куда сказал идти? Вот это, по-твоему, похоже на операционную? Альберт Владимирович, а вот Наташа очень хочет вам ассистировать. Она? Мне ассистировать? Это блатная? Сашенька, у тебя что-то с головой, наверное, не так. Я ее близко к пациентам не подпущу. Ну, вы же знаете, я всегда с радостью, просто у Наташи нет практики, и она подумала, что... Не надо думать. Вы, между прочим, знаете, что у вас вчера в суд вызов пришел? Нет. Я вчера весь день с картами просидела. Какой суд? Вы, между прочим, в списке народных заседателей. Взрослые люди о таком не забывают. Да, но я там только месяц всего. Не могли же они так быстро. Ведь мы решили, что без вас не обойтись. А я обойдусь. Гирогин, вы что думаете, у Веткина карцинома сама рассосется, пока вы тут сопли жуете? Бегом. Иришка, там ничего сложного. В конце концов, тебе нужно развиваться. И потом, я всегда рядом. Я помогу, если что. Ну, просто первый раз высшая мера, и такое резонансное дело. Я не понимаю, ты боишься? Что происходит? Я как лучше хочу. Это же такая возможность. Ну, если ты отказываешься... Валера, я... Я не отказываюсь. Просто... Давай, идите. Кофе, пожалуйста. Надежда Георгиевна, я понимаю, вы директор школы, и вольны решать все самостоятельно. Ну, тем более, кто я такой, чтобы со мной советоваться? Просто учитель математики. Ну, хорошо, Козельский поехал на Олимпиаду по химии. Он даже ее выиграл. Но он пропустил Олимпиаду по математике. Василий Иванович, ну, мы же с вами не виноваты, что Олимпиады проходили в один день. Да, но у нас математическая школа. А математической школе, простите меня, Надежда Георгиевна, нужны математические победы. Разве не так? Сереже нужна была и химия. Надежда Георгиевна, ну, это ни в какие ворота. Теперь Козельский мне срывает консультации. Мало мне было его на уроках, и вот опять. Ну, что опять? Теперь он говорит, что Гоголь любил своих персонажей. И главное, разобрали уже все на уроках. Он опять со своим несвоевременным вольнодумием. И когда, в канун выпускных, он должен молчать и слушать? Лариса Ильинична, Козельский особенный ученик. Не все дети так ориентированы на учебу, как он. И тем более, не все так талантливы. И что? Мне теперь плясать перед ним? Никто не говорит. Скажите, а Молчалин, он же отрицательный персонаж, а Чацкий положительный. Верно? Верно. А к чему такие вопросы? Ну, вот есть такие строчки. В мои года не должно сметь свое суждение иметь. Слова не Чацкого, а Молчалина. Нестыковочка у вас, Лариса Ильинична. У меня как раз стыковочка. Согласно учебному плану. А вот у вас не стыковочка. Вы ассистент кафедры университета. А преподаете здесь? Я же в это не лезу. Коллеги. А вы, Лариса Ильинична, сейчас выходите из профессионального поля и переходите на личности. А вы, Василий Иванович, просто козел. Товарищи, до выпускных экзаменов осталось 10 дней. Все устали, я понимаю. Но уж продержитесь до июля. Да, и еще. С завтрашнего дня я не смогу все время быть на рабочем месте. Так что научитесь решать проблемы самостоятельно. Надежечка Георгиевна, вы что, в отпуск собрались? Нет, в суд. Как? Народным заседателям у меня очередь подошла. Подождите, такое самое горячее время. Отказаться никак нельзя. Что значит отказаться? Это мой гражданский долг. Валера, я не отказываюсь. И ты прав. Спасибо, что помогаешь мне. Нам. Я помогаю нам. Я заеду сегодня? Конечно. Тогда в девять. Давай в десять. Просто Егорка, он что-то не засыпает в последнее время. Конечно. Как скажешь, солнышко. Тогда в десять. Посмотрим? Ему почти тридцать лет. Вот-вот. Во флоте я служил как человек, с тех пор дурю мается. Ни семьи, ни работы нормальной. Рок-группа у него. Сразу о многом говорит. А почему он стал убивать в последние два года? Ну, вот ты спроишь у него. Может, копилось, порвалось теперь. Может, раньше убивал. Просто тела не находили. Господи. В любом случае, это не наше дело. Наше дело – доказательства и факты. Первая жертва Светлана Жукова, 21 год. Тело обнаружено в сквере неподалеку от 2-й городской больницы. Точный удар колющего предмета в сердце. Следов сексуального насилия не обнаружили. Вторая жертва – это сколько прошло? Три месяца. Тоже молодая девушка и убита неподалеку от первого места преступления. Ксения Кутазина, 22-х лет. Шла в магазин тканей, колющий предмет. Свидетелей нет. Жертва пропала брошка. Бижутерия. Интересно, а у первого ничего не пропало? Да-да, ты дальше читай. Это важно. Следующее убийство. Только через 8 месяцев. Нина Ляхова, 20-ти лет. Тот же район, шла из больницы, хотела санитарку туда устроиться. Ну и получила на свободу. Колющие орудия, по показаниям сестры, у Нины пропала заколка. Значит, брошка и заколка. Ты он трофей собирал? Ну да. Четвертая жертва. У Валентина Петрова, 20 лет, найдена сидящая на скамейке. Девушка, там она и сидела, когда ей нанесли удар. Предположительно, у нее из сумочки пропал кубик Рубика. Подарок? Который она всегда носила с собой. А тут уже не сквер. Да, но район тот же. Жертва номер пять. Вера Жданова, 25 лет, самая старшая. Работала участковым врачом. У нее пропал фонандоскоп. Шестая жертва. Эльвира Валеева. Ну, тут за медь свидетель есть. Клавдия Семеновна Черных видела уходящего от сквера высокого широкоплечивого мужчину. Предположительно, у жертвы пропал брелок Ведеев и Львы и Башни. Оторван от связки ключей. Это 18. Девочка совсем. Получается, все жертвы. Молодые девушки. Невысокие. Субтильного телосложения. Ну, а Мостовой тут при чем? А на него накатало заявление некая малолетняя Дементьева. Что, ну, Кирилл Мостовой ее изнасиловал. Ну, и что? Ни одну из убитых не насиловали. И даже тут ничего не доказали. Прибежала мать, заставила Дементьева забрать заявление, и делу ход не дали. Но Мостовой попал в разработку. Выяснилось, что он служил на флоте подводником. Не вижу связи. Следователь Кудрявцев вспомнил о традиционном морском оружии – кортике. Судмедэксперт подтвердил, что форма кортика идеально совпадает с формой ранения у каждой из жертв. И оказалось, что у одного из офицеров из части Мостового обокрали квартиру. Унесли, в том числе, и кортик. А Мостовой в этот момент был на берегу, в увольнении. Так это когда было? Десять лет назад? За мостом он сняли слежку. Оказалось, что он часто бывает в той части города. И через несколько недель его задержали. Шутки руки! Приставал к девушке в темной подворотне. При себе имел перочинный нож. Но не кортик. Нет, обыск в его квартире вообще не дал результатов. Зато на даче у него… Читай, читай. На даче Мостового была обнаружена заколка, которая, по показаниям сестры, третьей жертвой Нины Ляховой была на ней в день убийства. И волос на этой заколке совпал по групповой принадлежности с группой крови жертвы. Но ни брошки, ни кубика, ни фондоскопа. Ладно. Свидетельница Клавдия Семеновна Черных, проходившая по шестому эпизоду, опознала Мостового как человека, которого она видела около места преступления. Дело передано в суд. Подожди. То есть обвинение держится на одной редкой заколке и свидетельских показаниях одного человека? А это немало, Ириша. Наташа, да ты не бери в голову. Ну, глушенько обижаться, это вообще последнее дело. Ты, может, не знаешь, но он ведь в Афгане был. Там, говорят, у него крыша поехала маленькая. Может, ранение какое было. Наверное, в голову. Нет, ну, а что? Бабы нет, друзей нет. Вот у него там одна радость. Мотыляется туда-сюда по парку, как у Куршиной. То работы, после работы. Да знаешь, как говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Саш, хватит. Не смешно. Кась, пойдем в кино? Не пойду я с тобой. Почему? Мы же договаривались. Потому что ты маленький. Не то, что он, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ладно, Козельский, но ты-то, Катя, могла бы найти дело поважнее в канон экзаменов, чем с мальчиками гулять, а? До свидания, ребята. До свидания. До свидания, ребята. До свидания. Ну? Ну? Спасибо, мама. Что ты хочешь? Мам, чашку хочу взять, чай налить. Ты не видишь, что ты мне мешаешь? Ладно, потом купим. Вот именно, ты на кухню приходишь либо чаю попить, либо поесть. Мать пришла с работы, гора грязной посуды, как не стыдно. Мам, я думала, ты позже придешь. Давай я помню. Вот теперь уже не надо. Все равно потом придется перемывать. Здоровая кобыла ничего нормально делать не умеет. Мам, я делаю что-то, ты ругаешься. Не делаю, ты все равно ругаешься. Знаешь, лучше вообще из своей комнаты не выходить, когда ты дома. Ты маме-то не хами, Ань. Из комнаты она не выйдет. Вот Яшенька почему-то в своей комнате не отсиживается. Маме помогаешь, Яш. Не смей. Ты должна молчать и слушать, раз от тебя никакого толка. А от Яши много-то. От Яши много толка. Яша в институте учится. А ты хотела в комнате сидеть? Вот и будешь сидеть. А к Шевелевым ты не пойдешь. Так, что у вас опять тут за скандал? Нужны мне ваши Шевелевы. Надь, ну так нельзя. Шевелеву же пригласили всю семью. Это если хочешь своего рода событие для всех нас. Янария Алексеевна, вы видите, что она себе позволяет? Нет, Надюш, ну так некрасиво. Вот как хочешь, но здесь ты не права. Аня тоже должна пойти. Ну и с Фолджио не выношу его. Ага, это заметно. Может, он меня специально в этот суд запихнул, чтобы только не видеть? Наташ, не сходи с ума. Там же списки. Тебя в суде выбрали. Ну да. Но кажется, что он меня просто ненавидит. Не думаю. Он обыкновенный хам. Просто хам с кучей комплексов. Блатная, блатная. Он даже не знает, что папа мне вообще не помогал. Я после восьмого пошла в медучилище. Потом сама в Афган поехала. Блатная. А может, ему рассказать про Афган? Он бы тогда по-другому со мной. Ну скажи, скажи. И что? Ничего не изменится. Он тебе просто завидует. Кто ты, кто он. Ты, ты дочка академика Вяземского. Он обыкновенный хирург. Дочь академика Вяземского звучит как приговор. А я думаю, что этот приговор получше, чем то, что ты будешь вносить в суде. Рукозлопная талка. Такие камешки мамуют. Если их стукать, они искренне сойдут. Знаешь, такие? Да, конечно, зачем? У нас таких сезлой кути в песочнице. Мы набрали и под одеялом стукали. Так красиво было. Зачем под одеялом? Ну, чтобы темно было. Так лучше видно искорки. И вас не ругали? Нет, никто же не узнал. Так, ты поел? Поялся? Угу. Точно? Угу. Ну так, добеги, играй. А я сейчас все уберу и к тебе приду. Мам, я играть не хочу. Почитай мне, а? Да, конечно. Беги, сейчас приду. Вот, вот, наконец-то пришли. Леша, посмотри, у меня все нормально. На? Угу. Мам, ну меня-то не трогай. Чихо, не насмотри на эту. Чихо. Здравствуйте, Павел Дмитриевич! Нинаи Севна, прошу вас, прошу, прошу, друзья. Прошу, здравствуйте. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. КОНЕЦ КОНЕЦ Тулька узнавал. Привет. Пока. Проходи на кухню. Ириш, ты не бойся, дело крепкое. Главное начать, но дальше все как по накатанной пойдет. Венителем Бабкина назначили. Ну, мерзкий такой. Да? А почему тогда ты с ним на свидание ходила? Ты он тебя не трепал? Сволочь. Ну, ходила я с ним один раз в кино. Я его толком не знала, да и вообще я после развода была не в себе. Ну, ну, не кипятись, не кипятись. Нет, а Полохов защитник? Ну, он же идиот, Валер. Идиот? Идиот. Зато ты уменьш? Умнится. Валера, нет. Ты что? Я его, я только уложила. Мы разбудим. Нет. Чего, чего, тихонечко. Нет, Валера. Ага. Так, ну-ка, пойдем. Пойдем. Ты что? Нет. Нет. Мариночка, такой прекрасный стол. Все так вкусно, изысканно. Ну, у вас, Надежда, тоже прекрасная кулинарка. Да у Надежды времени-то нет накрывать такие столы. Она все в школе, да в школе мы ее даже не видим дома. Да, это верно. К сожалению, своих я не балую. Вы, Наденька, чужих воспитываете. Это гораздо важнее. Гораздо. Да какое же там воспитание в этой школе? А вот не скажите, Нина Алексеевна, не скажите. Сейчас как раз на школу, на Наденьку вся Надежда, о, даже каламбур. родился на Надю вся Надежда. Мы сейчас в обкоме очень много про это говорим. Понимаете, с наукой у молодежи все в порядке. Амбиций полно. Правда, Яша? Вот. А вот с воспитанием-то, понимаете, стали забывать, что такое гражданский долг. Все себе, себе. А ведь нужно не только брать, нужно еще учиться отдавать. И ведь не только молодежь. Что там молодежь? И мы взрослые, каждый сидит в своем коконе, все в своем своем. это ж нехорошо. Куда же это годится? Да-да, я тоже об этом думаю. Вот смотрю на своих учеников. Ну и у каждого личное, личное, личное. А как же общественно? И вот решила, так сказать, личным примером. Пошла в народные заседатели. И уже завтра в суд. Друзья, товарищи, это же просто надо снять шляпу. Это удивительно. Молодец. Вот мы как раз недавно с Мариночкой говорили, помнишь, Марина, что у нас ведь самая справедливая, самая лучшая судебная система в мире. Ведь там как у них? Ведь там же ведь как его, господи, даже забыл, ну, присяжный. Он же ведь слова не может сказать. А у нас народные заседатели участвуют в процессе наравне с судьями. Ну и ответственности, конечно, гораздо больше. Это я понимаю, конечно. Вы вот ведь получается не только своим ученикам. Вы детям своим пример подаете, правда ведь, Сяня? Еще как подает. И вы тоже. Ну ладно. А Дима сейчас где? Дима в море. Здорово. Полярники, они все герои. Тетя Лида бы им очень гордилась, если бы дожила. Мариночка, пирог просто восторг. Сяня. Она Ну все, 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 все. У меня больше улик. Не Филипп, но кто меня. Посмотреть сзади волос не осталось. Твоих? Твоих. Ботиночки? Ира! Спасибо. Ложи спать. Завтра у тебя сложный рабочий день. Музыка. 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 Это ты, милая моя, забыла, как себя вести в приличном доме. Нас пригласили такие люди по-родственному. Они на мне особо-то и родня. Вот ты ж упрямая. Вот ты бы лучше так в учебе упиралась, вот как Сережа Козельский. Мама, Козельский в выпускном классе. А тебе до выпуска остался один год. Могла бы напрячься. Так нет, ты все своего ремарка буржуазного читаешь. Мама, отдай. Мама, отдай, у меня каникулы. А у тебя всю жизнь, Анечка, каникулы. Значит так. Завтра пойдешь в магазин, список я тебе оставлю. Подметешь, помоешь пол, плиту. И чтобы, когда я вернусь, не было ни одной грязной тарелки. Вот это тебе будет трудотерапия. Малыш, вставай. Мама, я не хочу усадить. Ну что делать, надо. Мам, я к бабушке хочу. Ну к бабушке мы в другой раз пойдем. Ну, мам, ну пожалуйста. Так, Егор. Да. Кажется, в садик мы сегодня не идем. Мам, привет. Слушай, тут такое дело. У Егора температура, а мне в суд. Ну, никак не отпроситься. Спасибо, мамуль. Ну все, жду. Ага. Доброе утро. Опа. Наталья, а ты по чью душу с самого утра? Пациентов смотрела. Вдруг судья задержусь до самого вечера. А вы родились вы так для кого? Для судей или подсудимого? Ну почему же, Альберт Владимирович? Ведь там же, наверное, еще будет прокурор и адвокаты. Ну, как много вариантов. Не то, что у нас. Может, вам там понравится? Может, останетесь там? Да я бы с радостью. Думаю, что папа не разрешит. Нужно же кому-то опыт передавать. А вы папе скажите, что из блатных девочек все равно толку никакого не выходит. Пропадает его бесценный опыт. А может, вы просто завидуете, Альберт Владимирович? Чему? Импортным колготком? Мам, я врачу позвонила. Скоро придет. И измерь ему еще раз температуру, пожалуйста. Хорошо, не волнуйся. Так, я постараюсь не допоздна. С работы позвоню. И если доктор что-то пропишет, я куплю обязательно. Хорошо, Ириш, не переживай. Я же помню, как ты у меня болела. Ну, а это когда была? Когда? Вчера. Ты у меня до сих пор маленькая. Я пошла. Товарищи заседатели, по этой статье предусмотрена высшая мера. Надеюсь, вы понимаете, какая ответственность на нас ложится. Ну, конечно, мы понимаем, какая ответственность. Рокер, маньяк, убийца. Неудивительно. Начинают с растления малолетних и заканчивают. Ну, разумеется, высшая мера. А как еще? Вот не уверена. Что вы имеете в виду? Ну, симптоматика стертая, чтобы поставить правильный диагноз. Вот, например, заколка. Мало ли таких заколок? Представьте, что мало. У нас есть заключение, что данный зажим в Советский Союз не возился. Изготовлено кустарно, небольшими партиями. Представить, что две заколки из партии 100 экземпляров разными способами оказались и у подозреваемого, и у жертвы, весьма трудно. И это одно доказывает уже, что он виновен? Нас пока никто не спрашивает о его виновности. Нам необходимо решить, готовы ли мы судить гражданина Мостового. Судить гражданина Мостового. Пошел, лицом к стене. Зря она тебя столько времени не тратит. Давно бы шлепнули, да и дело с концом. Пошел. Открыть. Аркадий Васильевич, можно вас на секунду? У меня тут вопрос возник. В показаниях тети первой жертвы, Светланы Жуковой, упоминается, что в день убийства она была расстроена из-за проблем на личном фронте. В показаниях это есть. Но следственных действий не велось. Почему? Ирина Андреевна, простите, кто о чем, о вшивой обани. Я прошу вас не забывать, где вы находитесь. Простите, Ирина Андреевна, я стесняюсь спросить, может быть, вы хотите отправить дело на доследование? Я вас поняла, Аркадий Васильевич. Здравствуйте. Доброе утро, Валерий Игнатьевич, у тебя? Валерий Игнатьевич взял больничный. Вот как. И что же с ним? Давление. Ему еще вчера вечером нехорошо стало. Угу. Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Здравствуйте, Дмитриевич. Здравствуйте, Дмитриевич. Я так понимаю, Валерий Игнатьевич, что вы уже не хотите попасть в руковный суд. Почему вы так думаете? Потому что вы не взяли процесс над мостовым. Я этим крайне озадачен. Подсудимый, обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья. Но я не виновен. Страна обвинения может начать допрос подсудимого. Подсудимый, назовите свое полное имя. Мостовой Кирилл Вениаминович. Год рождения? 1955. Место рождения? Город Новгород. Место проживания? Город Новгород. Образование? Неоконченное высшее. Место прохождения воинской службы? Город Североморск. Имеются ли у вас награды? Да, я награжден медалью Ушакова. Почему же этого нет в деле? Меня не спрашивали, гражданин судья. Я не думал, что это имеет какое-то значение. А что награды меняет? Смягчение до 15 лет. Если он раскаивается. Он раскаиваться вроде не собирается. Он мог просто не знать об этой возможности. Уже больше года у вас не было срывов. Динамика просто замечательная. Ой! Помогите, полиция! Убью! Твоими руками убью! Тварь! Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Да давай вместе вести это дело. Она же акула, кого хошь сожрет. Да не акула она никакая. Понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Вы все вспомните. Ну, то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом? Кто-то еще был. Кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я не был знаком ни с одной из девушек. И вы не слышали, что в городе орудует маньяк? Ходили слухи, что убили какую-то девушку, и что вроде как это серийный убийца, но больше я ничего не знал, пока меня не задержали. Расскажите о задержании. Шел домой, увидел, что девушка сворачивает в глухое темное место. Решил проводить. И все? Ну, может, хотел познакомиться. Познакомиться. Продолжайте, товарищ обвинитель. Вы допускаете, что в день убийства Валентины Петровой свидетельница могла видеть именно вас на месте преступления? Допускаю. Я каждый день хожу на электричку через тот сквер. Но там ничего не было, когда я шел. Хотя... Хотя я мог не заметить, честно. Я редко смотрю по сторонам, хожу на автомате, задумавшись. А надо было смотреть, может, спазмы девушку. Задумавшись, вы говорите, а как же вы тогда заметили девушку, заходившую в темное, безлюдное место? Я задумчивый, но не слепой. У обвинения есть еще вопросы? Нет, уважаемый суд. У защиты будут вопросы к посудимому? Нет, уважаемый суд. Я бы хотела задать подсудимый вопрос. Прошу вас. Гражданин Мостовой, у вас есть медицинское образование? Нет. Ну, как оказать первую помощь, я, конечно, знаю. Спасибо. Подсудимый, вы можете сесть. Суд вызывает свидетеля Ляхову Лилию Ивановну. Если вы думаете, Павел Дмитриевич, что я решил переложить ответственность, это не так. Я руку держу на пульсе постоянно. А процесс поручил Поляковой, главным образом, по двум причинам. Во-первых, чтобы не было лишнего внимания. Дело и так достаточно резонансное. Рокер, кумир молодежи, оказывается серийным убийцей. Тут еще сам председатель суда ведет процесс. Чем меньше будет внимания, тем будет лучше. Ничего не хватало, чтобы в этом деле увидели идеологическую подоплеку. Мы судим убийцу, а не рокера. Вы согласны со мной? И, во-вторых, Полякова очень грамотная судья. Ее приговоры никогда не пересматриваются по смыслу. И потом... И потом она... Вы понимаете? В общем, она сделает все, как я скажу. В этом можете не сомневаться. Ну, смотрите. Я это свое слово держу всегда. Если там все пойдет как надо, то и вы пройдете куда хотите. Илья Ивановна, у вас с вашей старшей сестрой были хорошие отношения? Да, дружеские. Она у меня всего на два года старше была. Вы с ней виделись в тот день, когда она погибла? Да, утром. Мы вместе вышли из дома. А потом... Понимаете, я на юридическом возвращаюсь раньше. Она на медицинском. Еще пошла в больницу устраиваться. И потом не пришла. Я в той больнице работаю. Вы подтверждаете, что в тот день ваша сестра надела именно эту заколку? Да, я совершенно точно это помню. В то утро мы играли в камень-ножницы на эту заколку. И Нина выиграла. Заколка имела крепкий зажим. Ее возможно было потерять? Зажим был крепкий. Незаметно расстегнуться она точно не могла. Лилия Ивановна, это была ваша общая с Ниной заколка? Да. Мы носили ее по очереди. Дядя привез нам ее из-за границы. И каждый хотелось, конечно. Спасибо. У защиты, я полагаю, не будет вопросов? Нет, уважаемый суд. У меня есть вопрос. Позволите, товарищ в суде? Да. Прошу вас. Лилия Ивановна, ваш дядя часто ездит за границу? Дядя Андрей? Да, ездит. У него работа такая. Он ученый. И всегда вам что-то привозят? Вообще-то, да. Один сувенир на двоих? Просто, знаете, у меня двое детей и вручить один подарок невозможно. Будет скандал. Наверное, вы с сестрой очень мирно жили, раз умели делиться всем. Ну, мы редко ссорились, это правда. Дядя Андрей, Андрей Михайлович, он привозил нам обычно два подарка одинаковых. Только в этот раз привез один. Мы даже удивились, но решили, что заколка была очень дорогая, наверное. Спасибо, свидетель, вы можете сесть. Заседание продолжится завтра в 10 утра. Сергей Борисович, зайдите ко мне, пожалуйста. Скажите мне, Сергей Борисович, у вас что-то случилось? Или вы себя плохо чувствуете? Почему вы так решили, Елена Андреевна? Да потому, что вы не работаете, Полохов. Вы не задали ни одного вопроса, ни подсудимому, ни свидетелю. Разве это защита? А почему вы не заявляете ходатайство о допросе дяди этой девушки? А если и в этот раз он привез два подарка девочкам? М? И в этом городе уже есть такая заколка. Знаете, коллеги, я думаю, вы правы. Это дело действительно необходимо отправить на доследование. Заявляй ходатайство. Леш, а за что дают медаль Ушакова? Это хорошая медаль. Дают за личное мужество. Нечастая награда. Интересно, какое такое личное мужество этот подонок проявил? Еша, да, это вообще не твое дело. Очень даже мое. Так, что у вас тут происходит? Я просто не понял. А почему это Аньки джинсы покупают, а мне нет? Так, Аня, это что такое? Это чьи джинсы? Олесины. Олесины? Ты дочь директора школы, ты пример должна показывать. А тут какая-то тряпка у форцы купленная. Только позоришь меня. И вообще, пока ты живешь в нашем доме на наши деньги, я запрещаю тебе меняться вещами. Поняла? Надюш, не надо так категорично. Пока живешь в нашем доме. Вообще-то, это мой дом. Хорошо, мам, я не буду больше меняться. Делайте, что хотите. Мне ваши одолжения не нужны. Тень, сумасшедший день был. Даже поесть не успела. у тебя каждый день сумасшедший. А Егор последний в саду остается. Мам, ну, сегодня же он дома был. Температура спала. Так что, вы с ним сегодня молодцы. Ириш, я вот что подумала. все-таки правильнее нам съехаться. Я бы сидела с Егором, а ты бы не волновалась. Мама, да я не волнуюсь. Ну, как же ты не волнуешься? Мам, давай не начинай. Егорке нужно социализироваться. Ему в школу на будущий год. А я имею право на личную жизнь, на семью нормальную. Чтобы была нормальная семья, нужно встретить честного и достойного мужчину. А не абы кого. Абы кто у тебя уже был. А он не абы кто, ясно? Я его очень люблю. И не хочу жить одна, как ты всю жизнь. Ты не одна, у тебя есть сын. И его, между прочим, надо покормить. ой, красивых слов, нет. Слушай, вот ты медик, да? Да? Ты точно знаешь, где у человека сердце. А человек без медобразования, откуда он знает, куда бить? Но один раз он еще мог бы случайно попасть, но чтобы шесть раз подряд, и так точно? Слушай, может, этот ваш маньяк по энциклопедии выучил, как где у человека сердце? Алка, а что ты тогда в институт-то ходишь? Лечила бы людей по энциклопедии. Слушай, да ну тебя. Я под спать пошла. Заведешь тоже разговор на ночь, глядя? Да. Андрей Михайлович, скажите, пожалуйста, сколько заколок вы привезли племянницам в качестве сувенира? Две. Но там так получилось, что когда я вернулся, нужно было срочно сдавать статью в печать. Я попросил Оксану, это наша машинистка из института. Она всегда мне помогает. Хорошая девочка, печатает быстро. Ну, мне нужно было как-то ее отблагодарить, а под рукой ничего не оказалось. Вот я и решил презентовать ей одну из заколок. Ну, совестно, конечно. Девчонкам живется. Я помню, тогда пообещал себе, что в следующий раз обязательно куплю каждый по хорошему подарку. Ну, а теперь видите, как оно все. У вас сохранился чек, подтверждающий, что вы купили две закопки? Чек нет. Зачем мне чек? Я покупал заколки, наличные средства. Мне не нужно было за них отчитываться. То есть чека нет? Подождите. Вы что, хотите сказать, что я вру? Чтобы выградить вот этого вот подонка, который... Андрей Михайлович, дело в том... Подождите. Возможно, есть чек. Я тогда вместе с заколками покупал куртки сыновьям. Куртки оказались велики, и жена убрала их на антресоль. Прямо в пакете. В том пакете должен быть чек. Уважаемый суд, у защиты нет больше вопросов. Защита. Будете заявлять ходатайство о вызове машинистки в суд в качестве свидетеля? Да, защита заявляет ходатайство. Доброе утро, Валерий Игнатьевич. Проходите, Ирина Андреевна. Как ты? Это хорошо. А как ты, Ир? Уверена, что контролируешь процесс? А в чем проблема? Ты настаиваешь на вызове каких-то новых свидетелей. Да, потому что я контролирую процесс. Этих свидетелей необходимо было вызвать и заслушать. Ты же не хочешь, чтобы мой приговор был обжалован и пересмотрен? Нет, конечно. Просто эти твои заседатели слишком уж активны. Нельзя позволить им спрашивать все, что в голову приходит. Быстро ты включился в работу. Вот бы так же и вчера. В смысле? Что вчера случилось? Вчера начался процесс. Ты обещал быть рядом, поддержать меня. Я узнала, что тебе плохо, волновалась. А сегодня ты здесь, как ни в чем не бывала. И еще и с нападками на меня. Ира. Ты думаешь, я симулянт? У меня был гипертонический криз. Впервые в жизни. Думаешь, я не волновался, как ты тут одна? Прости. Ты мне теперь не доверяешь? Да нет, конечно. Доверяю, извини. Просто слишком многое зависит от этого дела. Мы с тобой зависим. Наше будущее зависит. Мне дали ясно понять, что в случае успеха я заручусь поддержкой таких людей, что никакой развод не испортит мне карьеру. Как только процесс закончится, я развожусь. И мы с тобой женимся. Наконец-то. Я заеду сегодня. Извини, Егорка заболел. Бывает. Бедный малыш. Слушай, и что, получается у вас там большое-большое судно? Да не шибко большое. Это же экспедиционное судно. Мы с другими кораблями идем следом за атомным ледоколом. Обалдеть. И что, у вас там, получается, постоянно это, полярная ночь? Нет, ну не постоянно. Разве что мы на зимовку станем. Ну вот, зимовка, темно, мороз еще. И ты сам добровольно туда едешь? Да я бы хоть на Юпитер. Лишь бы подальше от отца. Я бы тоже хотела подальше от матери. А может, мне тоже в полярницу? А? Может. Надежечка Георгиевна, у нас ЧП. Лариса Ильинична, успокойтесь. У нас ЧП. Катя Сырцова влюблена в математика. Ну, во-первых, этого не может быть. Катя встречается с Козельским. Ну, а во-вторых, даже если это и так, что с того? А я вам скажу сейчас, что с того. Вы успокойтесь, присядьте. Я вам скажу, что с того. Да, вы правы. Катя встречалась с Козельским. И вдруг, по какой-то причине, они расстаются. О чем нам с вами это говорит? О чем? О том, что математик запудрил ей мозг. Она вон ходит за ним хвостом, глаз оторвать не может. Юбка с каждым днем все короче и короче. Скоро трусы будет видно. Лариса Ильинична, Катя выпускница, сдаст экзамены, а дальше все, это уже не наша проблема. Угу. Катя выпустится, а математик останется. Мне, честно говоря, странно от вас такое слышать. Вы маньяка судите, а растлителя покрываете. Вы забываетесь, Лариса Ильинична. Мы вину маньяка еще даже не доказали, а тут... Надясочка Георгиевна, ну нельзя же так вообще ничего не делать. Хорошо, спасибо за сигнал. Я поговорю с Василием Ивановичем, разберусь, обещаю. И родителей Сердцовой, надо вызвать. Вызову. Да? Павел Дмитриевич? Нет, нет, не помешали, что вы. Я слушаю. Наталья Леонидовна, там Ерыгину плохо на операции стало, а Глученко без ассистента. Нужно срочно подменить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашивайте, Наташа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Наденька, здравствуйте. Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Здравствуйте, Наденька. Федор, подождешь, отойдешь Надежу Юрьевну домой. Нет, ну что вы, я сама доберусь. Об этом и речи быть не может. И речи быть не может. Наденька, вы меня извините, пожалуйста, за то, что я вас от работы оторвал. Наденька, когда вы в прошлый раз сказали, что вызвались народные заседатели, я и подумать не мог, о каком процессе идет речь. Наденька, я считаю своим долгом оказывать вам всяческую поддержку. Мне даже страшно себе представить, как близко к сердцу вы принимаете эту трагедию. Как мать, как педагог. Да, Павел Дмитриевич, вы правы, это очень тяжело. Подумать только. Шесть девочек, чуть постарше нашей Анечки. И вот этот вот мутант сидит и смотрит на несчастных родителей, которых он заставил пережить самое страшное, что только может быть. Наденька, у вас есть шанс наказать злодея. И не только наказать. Предотвратить это в дальнейшем. Да, вы абсолютно правы. Ведь все начинается с запрещенной музыки, потом сборища, вечеринки, потом наркотики. Ну и расклеения малолетние. Совершенно верно. Наш народ должен знать, что советская власть может защитить своих детей от таких вот любителей рока. Закон суров, но это закон. Неотвратимость, вот что важно. И любой, кто ступит на этот путь, должен понимать, к чему он в итоге придет. Да, да. Наденька, мы с вами хоть и дальние, но родственники. Наши семьи уже долгие годы дружат. Мне нужно понимать, чем я могу быть полезен в вашей семье. Ну что вы, Павел Дмитриевич, мы к вам с огромной благодарностью. И Леша, и я. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Спасибо, Мариночка. Давление 90 на 60. Низковатое. Ты что, после вчерашнего, что ли? Да, Наташа, ничего такого. Это просто сосудистый спазм. Даже не знаю, что могло этот фриво цыговать. На сахар давно сдавал? Когда диспансеризация была, тогда я сдавал, все нормально было. Кровью, что ли, испугался? На биохимию тоже сдай. Мало ли что. Сдам. Давай я тебя домой отвезу. А то завалишься еще где-то в электричке. Серьезно? Давай. А давай ты у нас еще поужинать останешься. Тебя я познакомлю с Солей. Давай, я сейчас только переоденусь. Ой, извините. Что с ним случилось? Обморок, неясная идеология, но как вариант вегет-сосудистой дистаней. Спасибо академику Савицкому за то, что ее изобрел. Теперь у нас есть диагноз на все болезни. Да, точно. Вы знаете, Наташа, вы меня сегодня очень удивили. Признаюсь, я не ожидал. Вот как? Я, конечно, сомневаюсь, что вы можете самостоятельно оперировать. У вас анамнез неподходящий. Но в качестве ассистента прям-таки молодец. А под анамнезом вы опять отца моего имеете в виду? Спасибо, Альберт Владимирович. Мне тоже с вами очень приятно работать. Альберт Владимирович. Альберт Владимирович. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отдай, это мое! Мое! Ничего нет. Так, девчонки, прекратите, у нас гости, мне за вас стыдно. Ну да ладно, это же дети. Люба, что у тебя там? Ничего нет. Так, девчонки, вы поели? Вот в дом идите, и там выясняйте отношения. Отдай! Отдай, это мое! Отдай! У меня куклы есть немецкие. Я вам их привезу. Даша, да что ты, зачем? Ну мне хочется что-нибудь вам подарить, у вас так хорошо. Даже завидно. Ой, не завидую. Главное, не выходи замуж за врача. А то я мужа только по праздникам вижу. Ага. Праздник, это когда глущий отвернется, а я хоп, и смылся. Ну да. А так, ты что, расстроилась, да? Ты не думай, тут дело не в тебе. У вас что-то случилось? Да глущий он опять жить не дает. Он Антаху нашу взъелся. Мало того, что она дочь академика, так она еще и женщина. А чего ты смеешься? Глущий всех баб ненавидит. О нем такое, как в больнице рассказывают. А что такое-то? В общем, было дело. Клеилась к нему как-то старшая медсестра из кардиологии. Ну, Танька такая с отрежечкой ходит, может, знаешь. Так вот, а он как обычно ноль на массу. Так она однажды подкараулила его, как набросилась на него. Представляете? Не тут-то было. Он так оттолкнул бинягу, что она чуть с собой стерильный шкаф не снесла. Да ладно? Да, да. А потом ее всем уделением успокаивали. Помнишь, я тебе рассказывал как-то? Угу. Знаешь, Наташ, вот есть такая порода, она ненавистник. Одни вон за бабами бегают, даже за самыми страшными. А другие от баб бегут. То и другое, конечно, не слишком здорово. Ну, я-то знаю, будешь тебе нравиться, да? Оль, так вкусно. Спасибо. Мам, хочешь зефирку? Ну, зря. Леша, тебе не кажется, что Шевелев слишком заинтересован? Машину за мной прислал, говорил долго. Это привод о занятости. Слушай, Анька где? Ань, идем чай пить? Вообще, он второй секретарь обкома. Партия его выдвинула на этот пост совершенно не зря. Павел человек неравнодушный, себя не пожалеет ради других. И потом, дело-то резонансное. Идеологический подтекст, опять же. То есть, ты думаешь, ему заняться больше нечем? Как нам с ним повезло. В таком долгу, в таком долгу. В каком долгу? Анечка, ну, тебе не понять. Ты же родилась здесь, в четырехкомнатной квартире, в центре. А вот если бы Павел Дмитриевич не помог и твоего папу не распределили бы сразу в военной, научно-исследовательской, то вам пришлось бы помотаться по военным городкам. Яша, оставь. И если бы мы жили в военном городке, нам не нужна была бы такая большая квартира? Ты же здесь пожила. Аня. Я, кстати, сегодня встречалась с Димой Шевелевым. Как, он уже в море? Нет. Он уже месяц как в городе. Павел Дмитриевич, кстати, в курсе Димы у него какие-то свои книжки забирал. Ну, почему же тогда Павел сказал, что Дима в море? Ленок, привет. Это Ира. Слушай, мне вот только один анализ нужно. Можно я у вас сделаю? Нет. Ведомственную не хочу. Ты что? Там же сразу каждая собака в суде узнает. Ну, да, да. Задержка вот два дня. Ну, будь другом. Послезавтра? Ой, спасибо. Хорошо. Мам, а что такое задержка на два дня? Ну, вот смотри. Вот ты вот в садик два дня не ходишь. Это задержка. А если три, это прогул. Ну, все, температуры нет. Завтра в садику пойдем, да? На, держи. Отнесешь? Он еще ничего не сказал, а я уже понимаю, о чем он думает. он только глаза поднимает, а я понимаю, что ему надо. Ну, так это же круто. Да. Он даже похвалил меня после операции. Правда, потом снова все испортил. Слушай, а что, маниакальный, депрессивный психоз? Да нет у него никакого психоза. Просто он женщин не любит. А меня, видимо, в особенности. Ну что, всем все понятно? Да. Отлично. А когда у нас следующая встреча? Встреча. Молодцы, все свободно. До свидания. До свидания. До свидания, Василий. До свидания. До свидания. До свидания, Василий Иванович. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Василий Иванович. Как идет подготовка к экзаменам? Все в порядке. Ребята готовятся, занимаются. Правда, некоторые девочки отвлекаются немного от алгебры. Вы кого-то конкретно имеете в виду? Да ерунда, Надежда Георгиевна. Ей-богу, я сейчас сам сказал и тут же пожалел. Нет, 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 Василий Иванович, это не ерунда. Рассказывайте. Да нечего рассказывать, правда. Катя Сырцова. Хорошая девочка, но придумала себе любовь. Ходит за мной в коридорах, подкарауливает, смотрит во все глаза. Ну, я думаю, это пустяки. Поступит в институт и сама рассосется, все наладится. Да, Василий Иванович, я тоже придерживаюсь такого мнения. Но поговорить с мамой, думаю, будет не лишним. Не думаю, Надежда Георгиевна. Ну, посудите сами, зачем акцентировать на этом внимание? Мы поставим девочку в неудобное положение. Наташа, ну, что там в суде? Интересно хоть? Ой, Саша, если честно, ничего интересного. Да ладно тебе. Поймали маникат? Ой, Саша, отстань. Дай я с картами закончу, а то я в суд опоздаю. Саша, там в четырнадцатый у пациента после операции температура поднялась. Пойди, посмотри, а потом будем принимать решение. Наташа, кофе будете? Да, спасибо, не откажусь. Присаживайтесь. У меня нелегкий характер, я понимаю. Бывает, меня заносит. Еще и работа, да что работа, у всех работа. Ваша работа ничем не отличается от моей. Вы это к чему, Альберт Владимирович? Наташа. Вы действительно очень хороший хирург. У вас большое будущее. Правда? Да, я очень рад, что мы работаем вместе. Спасибо, Альберт Владимирович. Извините за то, что позволил себе. Хорошо, Альберт Владимирович. Извиняю. Я пойду? Да. До свидания. До свидания. Ирина Андреевна, добрый день. Здравствуйте. Вы, может, не помните, я вчера выступал свидетелем, дядя Нины. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Говорите. Вы меня извините, что я не сказал это в зале суда. Но, честно говоря, я не был уверен. Дело в том, что, когда меня опрашивал следователь, я ему сказал, что одну заколку подарил машинистке. Я это совершенно точно помню. Но, видимо, в материалы дела это не внесли. Вас опрашивал следователь Кудрявцев, да? Да, Кудрявцев. Я имя, отчество, не помню. Ну, тут у нас недоработка явно. Андрей Михайлович, к сожалению, человеческий фактор никто не отменял. Все допускают оплошности. Но спасибо вам, что вы мне сказали. Я уже. Пойдем. Добрый день. Здравствуйте. Вы меня простите, пожалуйста. Мне сейчас давать показания на заседании. Я тетя. Тетя Светы Жуковой. А это папа Светочки. Мои заболезнования. Он в больнице лежал, когда... Ну... Понимаете, мне сейчас туда идти, а он там сидит и смотрит. Вот как вы думаете? Он их убивал? Простите, я ни с кем не могу обсуждать процесс. Вы простите, пожалуйста. Вадим Сергеевич, вам очень повезло с хирургом. Шов просто филигранный. Да, хирург просто гениальный. И случай был непростой. А Глушенко взялся. Глушенко? А вы его знаете? Нет. Нет, не припомню. Извините. Извините нас. Пойдем. Скажите, ваша племянница часто приходила к вам в гости? Да. Часто. Мама у Светы давно умерла. А девочке... Надо же с кем-то поговорить. Тем более, когда все сразу наваливается. Отец Светы в это время лежал в больнице? Да. Света навещала его? Конечно. Как же. Каждый день навещала. Антонина Петровна, в материалах дела указано, что Света в день убийства была расстроена не из-за болезни отца, а из-за проблем на личном фронте. Да, это верно. Хороший мальчик. Из хорошей семьи. Но вот что-то у них не заладилось. А что у них не заладилось? Дело в том, что Светочка очень добрая девочка. Была. И вот она хотела помирить мальчика с его отцом. У них там какая-то ссора вышла. А мальчик этого как-то не оценил. Я же говорила про это на даче показаний. Вы точно говорили об этом? Ну, конечно же. А как же. А вот, вот. Пингвин. Мне хотелось как-то поддержать Свету, поднять ей настроение. Я подарила ей статуэтку пингвина. Она ей с детства нравилась. Фарфоровая такая. А я так и говорю. Светка, вот тебе пингвин. Хочешь, оставь себя. А хочешь, разбей. Вдруг да полегчает. Вот пингвин, это прям символ такой. Символ чего? Ну как? Пингвин-полярник. И Дима-полярник. Я же говорила об этом. И вы точно говорили об этом? Точно. Совершенно точно. Защита, вы будете заявлять ходатайство о вызове свидетелей в суд? Уважаемый суд, в данный момент свидетель находится в экспедиции. И нет никакой возможности с ним связаться. Мне кажется, что я умерла. Кто же это с тобой сделал-то, а? Я не знаю. Я сегодня была в морге и смотрела, как меня вскрывают. А еще хочу посмотреть в лицо того психа, который меня убил. Он говорит какие-то факты, которые может знать только Лера. А все видят то, что вижу я. Меня убили здесь, в этом отеле. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Это уже не в такие ворота, Валера. Перезвоню. Иришка, присаживайся. Что случилось? Еще какой-то пингвин нарисовался. Свидетельница вдруг вспоминает, что подарила племянница статуэтку пингвина за полчаса до ее смерти. И никто эту статуэтку не искал. Ну, а почему ты не заткнул эту дуру? Я? Ну, а кто? Если она не сказала следаку о пингвине, то и на суде молчала бы. Утверждает, что сказала. Со свидетелями надо работать. Я должна работать со свидетелем? Ты серьезно? Может, вообще-то твой Бабкин должен поработать, нет? Ладно. Прости, прости. Конечно, ты права. Это упущение Бабкина. Надо возвращать на доследование. Если найдут статуэтку пингвина у мостового, это уже будет железной уликой. Не чита заколки. Ир, Ир. Вряд ли найдут. Но ведь не нашли ни брошки, ни фонадоскопа, что там еще. Но ведь это не значит, что мостовой не виноват. Ну, вот и с пингвином так же. Ну, да. Ну, тогда зачем разводить всю эту суету с доследованием? Согласна? Ты как будто на сто процентов уверен, что пингвина у мостового нет? Не уверен, конечно. Все может быть. Просто не хочу затягивать процесс без толку. Ириш, какая ты слишком дерганая. М? Это из-за пингвина? Или что-то еще? У меня... ничего. Думаю, ничего. Думаю. Точно? Угу. Леша. О, спасибо. Леша. Да, да, слушаю. Ну, отвлекись на минутку. Слушаю. Хочу с тобой поделиться. У той девушки, которую убили первой, был молодой человек. И она с ним перед смертью поссорилась. Так вот, сегодня я узнала, что его зовут Дмитрий. И что он полярник. Понимаешь? Не совсем. Ну, как не понимаешь? Мне кажется, что речь идет про нашего Дима. Про Шевелева. Поэтому сразу становится понятно, почему Павел Дмитриевич так заинтересован в процессе. Ну и что? Даже если это наш Дима, что это меняет? Да как что? Это означает, что Дима замешан в этом деле? Погоди, погоди. Было следствие. Оно не установило, что Дима причастен к этому. Вот и все. Ну, а почему тогда Павел Дмитриевич? Да потому что. Девушка его сына погибла. Он, конечно, хочет, чтобы убийцу наказали. Это нормально. Надюш, мне надо доработать. Можно я продолжу? У тебя здесь ошибка. Через И. Так, девчонки, идите сюда. Смотрите, что я вам привезла. Ничего себе! Так, это давайте мне. Я отнесу аккуратно. Что мы скажем тете Наташе? Спасибо! Пойдемте. Ой, Наташа, не жалко тебе нам такое сокровище отдавать? Немецкие куклы прям не верятся. Ну нет, я бы, конечно, сама играла. Просто мне некогда. Вот и у Сашки совсем нет времени. Такая бешеная нагрузка в больнице. Он так выматывается, что иногда просто не может уснуть. Бродит всю ночь по дому. Оля, это серьезно. Это переутомление. Ему обследоваться надо. Надо? Но когда, Наташа? Ваша Клушенко просто садист. Такое ощущение, что он Сашку специально изводит. Так, ну все, ладно. Несите в дом. Только чур не драться. Понятно? А мы их вообще спрячем. Будет клад у нас. А вот и наш клад. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Мы тебя с пустыми руками не отпустим. Ой, ребят, ну вы чего? Ну пойдемте в дом. Привет. Привет. Егорка уже спит. Ох, да. Что? Нет, ничего. Лето на дворе. Егорка так и просидит в городе. Ну, я не знаю. У меня отпуск только в августе. То есть до августа ребенок будет дышать асфальтом. Мам, ну, ну что ты предлагаешь? Ну, я могла бы с ним съездить куда-нибудь. Ну, а где я тебе сейчас возьму путев... Что? Ничего. Конечно, об этом нужно было заранее побеспокоиться. Вон у тебя в ванной нижнее белье сохнет, заграничное. Его так потрудилось достать. А путевку для мальчика? Только о шмотках думаешь, а о сыне шиш. Я только о сыне и думаю. И хочу, чтобы у него был отец. Вот он прямо ради этих липчиков на тебе и женится. Сразу не ушел из семьи, так и не уйдет. Лучше вообще без мужика, чем вот так. Довела себя. Уже выпивать стала. Думаешь, я не вижу? А скоро икуру видят. И думаю, тебе лучше уйти, мама. Ну, с чего ты взяла, что он маньяк? Алка, ну смотри, все сходится. Он женоненавистник. Он одинокий, неуравновешенный. То орет, то извиняется. Он имеет медицинское образование. В сердце он точно ножом попадает. Но главное, я только сегодня поняла, что он наверняка знал первую жертву. Потому что оперировал ее отца. И третью жертву он тоже, наверное, знал, потому что она приходила к нам устраиваться санитаркой. А другая жертва была врачом. И чисто гипотетически они могли быть знакомы. Ну как? Вот именно как. Как я до осени к маме поеду? Тебя тут одну оставлю. Ты же на почугушинку совсем свихнулась. Алка, ну я же серьезно с тобой разговариваю. Я тоже с тобой серьезно разговариваю. Такого в жизни не бывает, только в плохих романах. Ну, конечно. В жизни еще не такое бывает. Куда это такая расфуфыренная? С Димой встречаюсь. Немножко задержусь. Нет, Аня. К Диме ты не пойдешь. Как к ты не пойду? Почему? Потому что я тебя запрещаю. Ты серьезно? С Димой? Мам, да он меня проводит. Ты никуда не пойдешь. А почему нельзя? Ты можешь нормально объяснить? Потому что ты моя дочь. И ты должна меня слушаться. Я тебе ничего не должна. Все равно пойду. Ну, значит, нам придется драться. Драться? Значит, будем драться, мама. Ну, давай. Начинай. Да я тебя ненавижу. Аня, я больше не могу слышать твои вопли. Мам, отпусти ее. Пусть катится на все четыре стороны. Аня, пожалуйста, иди в свою комнату. Ну, что вы тут опять воюете? Бабушка, мама меня с Димой не пускает гулять. Наденька, а как это понимать? Это же наш Дима. Это же Дима Шевелев. Нина Алексеевна, не вмешивайтесь. Ну, как это не вмешиваться? Ну, это же неприлично. Не давать Анечке встречаться с сыном Шевелева. А что Павел Дмитриевич скажет? Ой. 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 Что такое? Что? 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 Сердце в скорую? Сердце, да? Аня, вернись! Что вы почувствовали, когда подсудимый догнал вас? Ужас. Я сразу поняла, что он убийца. Хотела убежать, а тут его голос у меня за спиной. Вы пытались звать на помощь? Я не помню. От страха вся обмерла. Просто чудо, что милиция подоспела. А то бы он и меня... У меня больше нет вопросов. Она же совсем другая. Не похожа на тех девушек. Защита, у вас есть вопросы к свидетелю? Нет, уважаемый суд. У меня есть. Позволите? Галина Витальевна, скажите, пожалуйста, мужчины часто предлагают проводить вас? Ну да, бывает. Ну а почему же тогда предложение именно гражданина мостового вас так напугало? Или вы каждый раз пугаетесь? Ну как, почему? Темно уже было. Вокруг никого. Угу. Но если кто-то хочет убить вас, зачем ему окликать вас? Вы же можете позвать на помощь. Я в тот момент не подумала об этом. Мне было страшно. Понятно. Спасибо, свидетель. Вы можете занять место в зале суда. Приглашается свидетель Оксана Николаевна Дурова. Спасибо. Ну, Ваню, перестань. Ну? Я не понимаю. Она же так твоего отца боготворит. Чего запрещать-то? Ну, мало ли. Может, мы не знаем, чего. Я знаю. Это Павел Дмитриевич ее так велел. Он, наверное, обиделся на меня за то, что я тогда про твою маму заговорила. Тебе он ничего не может запретить? Вот и решил. Через моих. Да. От него можно всего ожидать. Видно, он решил мне окончательную жизнь испортить. Дим, я не пойду домой. Не хочу. Ну, Ванют. Дим, а забери меня с собой в рейс. Я на кухне работать могу. Картошку буду чистить. Ну, так не получится. Вот, в следующем году закончишь школу. И тогда можно и картошку чистить. Оксана Николаевна, вы работаете в НИИ Белогорка. И доцент Ляхов показал, что 5 апреля он попросил вас набрать его научную статью. И вы согласились? Да, в целом это входит в мои должностные обязанности. Но на этот раз Андрей Михайлович попросил меня сделать это как можно быстрее. И вы сделали? Да. И за это он презентовал вам закупку? Да. Андрей Михайлович всегда старается отблагодарить. Это очень приятно. У меня нет больше вопросов. Закулка вам понравилась? Да, милая вещица. Но она мне показалась немного подростковой, что ли. Вы ее носили? Да, надевала пару раз, но не на работу. И я даже не знаю, где она сейчас. Оксана Николаевна, то есть вы можете констатировать, что заколка пропала? Да, пропала. Ну, или скорее потерялась. Дома ее нет. И я не помню, когда я ее в последний раз видела. Оксана Николаевна, скажите, у вас за последние полгода не появилось новых знакомых? Может быть, кто-то из них приходил в гости? Знаете, бывает большая компания, кто-то привел друга. Нет. Больших компаний не было никаких. И новые знакомые никакие не приходили. Нет. Хорошо. А обвинения есть еще вопросы? Нет, уважаемый суд. Спасибо, свидетель. Вы свободны. Заседание продолжится завтра. Да. Дело разваливаешь? Мстишь мне, да? За то, что я с тобой не захотел. Ты что творишь, Ира? Дело развалить хочешь? А что я могу? Дело трещит по швам. Сначала обнаружилась старая заколка. Теперь выясняется, что она пропала. Следователь об этой заколке знал, а в материалах ее нет. Да черт с ней, с этой заколкой! Ты судья! Ты должна контролировать процесс, направлять ее в нужном русле. А у тебя эти куры народные не затыкаются. Ты что, с директоршей справиться не можешь? Эту дуру врачиху заткнуть? Я не имею права запретить задавать вопросы народным заседателям. Значит, я в тебе ошибся. Очень сильно ошибся. Тебе еще расти и расти до таких дел. Значит, надо было самому начинать вести этот процесс Валерий Игнатьевич. Я думал, ты справишься. Доверился тебе. Жень свою, карьеру свою доверил. И что, все коту под хвост пустишь? Ира, эти люди не прощают провалов. Какие люди? Ты же мне ничего не рассказываешь. Очень конкретные люди. Один очень конкретный человек, которому я обещал, что процесс пройдет как надо. Хочешь моими руками приговорить человека к расстрелу, а сам получить дивиденды? Так вот, как ты обо мне думаешь? Тогда, может, нам и жениться не стоит? Может, и не стоит. Представляете, не понимаю, как я раньше не заметила из материалов дела, что все жертвы были одного типа. Невысокие и стройные. Да, Наташа, да. Как я. Действительно. Ирина Андреевна, чаю хотите? Нет, спасибо. Ирина Андреевна, мы тут с Натальей посовещались и решили, что нам нужно поговорить с матерью Дементьевой. Что? Ну, Дементьева, малолетняя, помните? Которая хотела написать заявление на мостового об изнасиловании. Если бы не она, его бы не взяли. Вот мы и хотим узнать, что у них там на самом деле-то произошло. Так, до этого еще не хватало. Да как вам такое в голову могло прийти? Вы не имеете права ни с кем встречаться и даже обсуждать процесс вне этих стен. Вы что, в следователи заигрались? А вы не следователи. Вы заседатели. И должны помогать суду, а не мешать своим активным участием. И, пожалуйста, на будущее. Поменьше вопросов свидетелям. Мой рабочий день закончен. До свидания. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как с цепи сорвалась? Может, у неё это гормональное? Да уж, не знаю. Мне раньше казалось, что она честно пытается разобраться в ситуации. Вот тебе и самый справедливый суд в мире. Наташа. А что, Наташа, я считаю, что с Дементьевой всё равно нужно поговорить. Даже если им наплевать, нам всё равно нужно во всём разобраться. Да, Наташа, вы правы. Страшно подумать, что можем осудить не того. Поверьте мне, когда суд над мостовым закончится, и настоящий маньяк окажется на свободе, мы ещё не знаем, сколько девочек он убьёт. Это ужасно. Ведь они все были чьими-то дочерьми. Росли себе потихоньку. Наверняка что-то они то говорили своим матерям. Что-то не то слушали, что-то не то надевали. Но всегда был завтрашний день, и возможность всё исправить. У тебя тут раз – и всё, конец. И нет твоей девочки. Я заеду за вами, Надежда Гриньевна. Да, я ей позвоню заранее. Я, наверное, сам прооперирую тогда, без вас. Там долго возиться, а нужно, чтобы кто-нибудь за неверой посмотрел, а мне она не нравится. Ну, как же вы без ассистента? Ну, как-нибудь. Здравствуйте. Наташа. Переодевайтесь, будете меня ассистировать. Там интересный случай, и вам полезно. Альберт Владимирович, я хотела с вами поговорить. Потом, потом. Я жду вас в операционной. А, подождите, я ещё подумал по поводу Рязанова. Ну, Рязанова агония. Там нечего уже думать. Катя, здравствуй. Ты ко мне? Угу. Что случилось? Ну, я ж такие органы. Зачем мою маму в школу вызвали? Я просто хотела поговорить. Я хотела выяснить, всё ли у тебя в порядке. Она весь вечер орала. И утром тоже. Она думает, что я что-то страшное сделаю, и меня из школы выгоняют. Я ей объясню, что ничего такого серьёзного. Лучше пусть вообще не приходит. Она не поймёт. Она никогда не понимает, никого не слушает. Ну, хорошо, я ей позвоню, и всё отменю. Но ты мне пообещаешь, что если у тебя что-то пойдёт не так, или сложная ситуация, ты сразу расскажешь либо маме, либо мне. Договорились? Спасибо, Надежда Георгиевна. Левее откройте. Надо штампун, кровь убирайте. Тихо. Зажим не отпускайте. Наташа, с вами всё в порядке? Всё, можно сшить. Наташа? Так я сам, всё, иди тебе. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Здесь грузовик поместился. О, давай, да. А он здесь, ему штырь мешает. Так. Нужно прокопать ещё. А мне кажется, нужно просто сюда добавить. Копать не надо? Нет, вот здесь, мне вот это, что-то и мешает. Да? Так. Сейчас, здесь, чувак. Ирина, мне надо поговорить с тобой. Валерий Игнатьевич, я не ожидала вас здесь увидеть. Егорка, посидишь здесь, ладно? Секундочку. Говорите, Валерий Игнатьевич. Ира, ну прости, я не хотел. Нервы не к чёрту совсем, я измотался из-за этого дела. Валера, я тебе скажу, на что это похоже. Это похоже на то, что ты меня используешь. Сам побоялся взяться за это дело, и всё спихнул на меня. Ты что думаешь, что ради брака с тобой, Ирина, всё готова? Нет, Ир, я так не думаю. Я думаю, нас с тобой, чтобы мы были вместе. И поверь, я совсем не так представлял наше знакомство с Егоркой. Я думаю, о нашем будущем. Мы ещё ребёнка родим. Хочешь? Конечно, ты же знаешь. Вот видишь, у нас всё будет. Всё. Подожди, не здесь. Давай я Егора к маме заведу, хорошо? Егор, пойдём к бабушке? Угу. Давай. Давай сверим игрушки. Так. Мам, а бабуля точно дома? Ох, надеюсь, что да. Бабуля, я к тебе! Забегай, родной. Мам, можно у тебя Егорка побудет? А я тебе уже говорила. Ребёнку не нужен папа, от которого надо прятаться у бабушки. Я хочу перед тобой извиниться. Я очень виновата перед тобой. Мам, ты чего? Я всё время хотела быть правильной мамой. А нет, дочь, я от тебя больше ничего не буду запрещать. Вот так. Мы с тобой будем просто разговаривать. Ты ведь у меня взрослая, умная. Ты всё поймёшь, правда? Мам, что случилось? Я, видимо, очень редко говорила тебе, как я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, мам. Ну, почему мне нельзя с Димой встречаться? Ань, понимаешь, Дима как-то замешан в этом деле с убийствами девушек. Мам, ну ты же не думаешь, что он... Я уже не знаю, что думать, Аня. Мам, ну нет, нет. Смотри, Дима потерял мать в очень неуязвимом возрасте, в 17 лет. Я допускаю, что это могло как-то повредить его психику. А его отец, вместо того, чтобы скорбеть и поддерживать сына, утешивался в объятиях молодой, который ему в дочери годится. Все убитые девушки были стройные и невысокие, как Марина. И, кроме того, все убийства происходили, пока Дима учился в мореходке. И закончились, как только он ушёл в море. Конечно, это совпало с задержанием мостового, но подозрительно. Мам, тебе нужно просто поговорить с Димой. Я уверена, что ты всё поймёшь. Анечка, одна из убитых девушек была Диминой подругой. Я знаю. Как ты знаешь, откуда? Да мне Дима рассказывал. Мам, просто обязательно поговори с ним. Я бы тебе сама всё рассказала, но я не могу, это не моя тайна. Анют, ну что за тайны? Мам, не могу, вот честно. Поговорите им. Пойдём. Валерка. Угу? А оставайся прямо сейчас. Сейчас. Ирочка, солнышко, сто раз говорили, всё будет, просто не сразу. Почему? Давай заканчиваем процесс. Я получаю новую должность. Покровительство очень важного человека. Какую должность? Покровительство какого человека? Солнышко, боюсь сглазить. Давай сначала дело закончим. А как я вынесу приговор, если в деле дыра на дыре? Ира, мостовой виновен. Сомневаюсь. Да не сомневайся. Просто вынеси приговор, который надо. И всё. Да, просто убей человека, и всё. Да ну брось. Пойдёт касаться. Ты издеваешься? Ты хочешь, чтобы мой приговор по такому резонансному делу пересматривался? Ты с самого начала знала это, да? Ира, это ты разваливаешь дело. Я ничего не разваливаю. Передай своему бабкину, чтобы не халпурил на каждом шагу. А меня не надо учить работать. Ты профукал септический шок у Невера, этот придурок. Ты где был? Так я у Рязанова был. У Рязанова? Я тебе сказал, что он в огоне. Говорил или не говорил? Да какого чёрта ты тогда там сидел? Что ты там высиживал? Идиот. Он и так умирал. А теперь ещё и Неверова умрёт. Надо быть полным кретином, чтобы допустить такую ситуацию. Ты понимаешь, что ты ни на что не догодишься? Дебил. Да как вы можете так? Саша просто не мог допустить, чтобы Рязанов умер в одиночестве. Для вас человек, живой человек, вообще что-нибудь значит? Или для вас это просто тело, которое либо дышит, либо нет? Я не с тобой разговариваю. У тебя вообще здесь не место. Ещё один врач нашёлся. Пошли вон отсюда. Оба. Наденька, а ты куда? Я по делу, Ниналья Алексеевна. Я вам нужна? Да. Видишь ли, я сегодня была у Павла Дмитриевича. Что-то мы все зачастили к нему. Вы не находите? Он хотел со мной поговорить. А тебе? Интересно, чем ты его достоилась такой чести? Надь, ну не надо извить. Всё очень серьёзно. Это связано с процессом. Не понимаю. Ну как не понимаешь? Павел Дмитриевич, мне ясно дал понять, что у тебя ответственность не только перед обществом, но и перед семьёй. Тем более не понимаю. Наденька, ну в жизни же главное вовремя и правильно расставить приоритеты. Лёша же скоро защищает диссертацию. А Яша, если он вылетит из института, он же прямиком в Афган. Это шантаж? Надя, ну не надо так всё драматизировать. Ниналья Алексеевна, извините, мне пора, а то я бы дальше послушала эти угрозы. Надя! Запрыгивайте! Я ещё не договорила. Да. Линок, привет! Это Ира. Я завтра не приду. Нет-нет. Всё. Мне нужен анализ. Да. Ложная тревога, точно. Да нет, наоборот. Мне сейчас только аборта не хватало. Ну, давай, Леха, пока. Ну, в общем, моя Таня с подружкой сколотили группу. Ну, а песен-то нет. Про труд и комсомол петь не хотелось. Ну, они решили попросить песню у Мостового. Их ударник был с ним как-то там шапочно знаком. А Мостовой отказал. Сказал, дескать, у Тани голос есть. Но будут ли его песни хорошо звучать? Вот вопрос. Тут-то у этих дурёх планы родился. Таня решила обвинить Мостового в изнасиловании. А когда он им даст свои песни, она, значит, заявление-то и заберёт. Хорошо, хоть подружка совестливая оказалась. Мне всё рассказала. Я еле успела дочь выдернуть из милиции. Она уже заявление дописывала. Ещё бы чуть-чуть повели на освидетельствование. Вы, мне кажется, Таня сама уже не рада. Даже если бы она успела заявление подать, потом забирай, не забирай, дело бы всё равно бы завели. Но ты она же не знала об этом. А вы, Таня, расскажите, к чему привёл её поклёп. Ведь парня могут расстрелять. Но ведь следствие. Она на то и следствие, чтобы разбираться. Правильно? Да, всё верно. Но всё началось с её лживого обвинения. Знаете, я не буду Тане ничего рассказывать. Ещё руки на себя наложат. Слышишь? Я не знаю, что это не случилось. Нет. Нет. Я уже, знаешь, не хочу. Я буду в тёплом брать. Я буду в тёплом брать. Удный человек всегда ставит платочек. Давай, я. Ты грамотный, а? Да? Ну, мне нет. О, Юрик. А? Ну, как тут дай. Черт подавали. Черт. Ну, что мы сейчас не возьмём? Объединим наши. Да. Спасибо. Грустно. Вроде бы глупость, недоразумение, а снежный ком покатился. И на тебе, высшая мера. Да. Вы судьи наши скажите, что это недоразумение. Ей на это наплевать. И прокурор гнёт свою линию. Ну, ему-то положено. А я думаю, что у мостовой не виновен. Очень возможно. Я рада, что мы сходимся во мнениях. Давайте я вас подвезу. Спасибо, Наташа. Я лучше пешком не хочу так сразу домой. Пройдусь, подумаю. Спасибо. До свидания. Музыка. Музыка. Катя, что случилось? Я рассказала маме, что у меня отношения с Василием Ивановичем. Так? Она сказала, что я позор себе и выгнала меня из дома. Господи, только этого не хватало. Может, то за отношения. Что произошло? Василий Иванович говорил, что любит меня. Что у него такого никогда не было. И мы встречались у него. А потом, когда я сказала, что не хочу так больше, он сказал, что расскажет маме и вам. Бедная моя девочка. Так, пойдем ко мне. Переночуешь у нас, а завтра разберемся. Слышишь? Я тут лягу, а ты на моей. Ты зачем, Аня? Мне и на раскладушке нормально. Мне так стыдно, что я тут у вас. Так, перестань. Ты наш гость. Тебе нужно как следует выспаться. Держи. Спасибо. Вообще, не думала, что меня мама от дома пустит. Так что мне бы поступить, чтобы в общежитие и... Как это не пустит? Это и твой дом тоже? Вот именно. Я твоей маме позвоню завтра с утра. Она, небось, уже сама жалеет. Все, девочки, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не подходите ко мне. Не подходите ко мне, я закричу. Садист. Я так и знала. Значит, маньяк. А я знала, я догадалась. Не подходите ко мне. Все? Высказалась? Можно я присяду? Наташа, если бы я был маньяком, я бы убил тебя там на лестнице. К тому же я хирург. Бить по голове это не мой профиль. Я бы тебя зарезал. Давай, давай голову осмотрю. Нет. Тогда вызывай скорую. Да нет. Чему? Откуда вы тут вообще взялись? Я извиниться пришел. Я зря на тебя наорал. Сашка дал, он правда виноват. А ты просто под руку попался. Я адрес у него твой узнал. Приехал, поднялся по лестнице. Ты лежишь, голова в крови, ключи в руке. Ты помнишь, кто тебя ударил? Нет. Кто мог? Ну, кроме меня. Давай, я смотрю. Ай-яй-яй. Ой. Так. Там царапина. Ну, в больницу лучше съездить. Может быть, внутричерепная. Да я не могу в больницу. Мне завтра в суд. Насчет суда мы еще посмотрим. Давай, ложись спокойно. Давай, ложись. Черт, нет. Альберт Владимирович, это я была вашей сестрой в Акане. Я знаю, Наташа. Что? Сегодня создают семейный союз Наталья Баранова и Рутенда Гнебезова. Ну, Гнебезова. Это нормально, это фамилия. Вызывайте скорую. Срочно. В кабинете путешественника разберутся. Там изучают болезни экзотические. Закрытая секретная исследовательская лаборатория. Возглавляет ее некоторый Роман Куницын. Я ваш лечащий доктор Куницын Ирина Владимировна. Два светилы вирусологии на население. Этот кабинет должен был возглавить я. Рома изобретал препарат, который поборет этот вирус. Что бы со мной не случилось, доведи мое дело до конца. Вы понимаете, чем рискуете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Да, я помню, как ты не отходила от меня. Как не давала уснуть, пока ждали операцию. А я помню, как вы не давали себя оперировать. Потому что говорили, что все равно не жилец. Я давал себе мало шансов. Знаешь, Наташа, я там только благодаря тебе выжил. Наташенька, сестричка моя. Я же тогда влюбился в тебя. Ну так бывает. На пороге смерти. О том простить себя не мог, что имени не спросил. А тут ты к нам в ординатуру приходишь. Почему же вы меня не признали? Ты дочка академика. Хирург с блестящей карьерой. У тебя большое будущее, а я... Обыкновенный хирург, раненый когда-то на войне. Что же вы такое говорите-то, Альберт Владимирович? Ой... Альберт Владимирович, давай, ложись. Спокойно. Ложись, ложись, ложись. Тихо, тихо, тихо. Я считаю. Нормальный вроде. Ты спи. Спи. Я буду рядом. Я буду рядом. Ой... Что, испугался? Не переживай. Сейчас уберем. Давай, неси веник. Ага. А ты мне ремня не дашь? Какой ремень? У меня ремня-то нет. Мне Макар говорил, что он вазу разбил. А папа ему ремня дал. Хорошо, что ты у меня мама, а не папа. Ну ты что, ну какая разница? Малыш, мама, папа. Просто я тебя люблю. Ага. А все равно без папы лучше. Когда мама и бабушка. Думаешь? Как самочувствие? В средней тяжести. Лопой кашу. Ординатор. О, со сгущенкой. Давно меня так вкусно не кормили. Ложись на обследование. Там и голову проверят, и кашей накормят до отвала. Альберт, ты вчера. Вчера? Было вчера. Сегодня тебе лучше отлежаться. Настоятельно рекомендую ни в какой суд сегодня не ходить. А я не про суд. А я про него. Не хочешь? В больницу, лежи дома. Станет хуже, обязательно звони. А лучше сразу вызывай скорую. Все, да? Как будто ничего и не было. Все как раньше. Все, я пошел. Ты это, аккуратней. По собственному желанию и разойдемся мирно. А почему это, собственно говоря, я должен увольняться? Я на хорошем счету, ученики успешно сдают экзамены. Вы действительно не понимаете? А что я должен понимать? Вы вступили в связь со школьницей, с несовершеннолетней. Значит так, она сама на меня вешалась. А я просто позволил ей быть рядом. А то, знаете, могло быть и хуже. Девочки в этом возрасте такие впечатлительные. То вены режут, то снотворным упиваются. Вы это серьезно? Значит так, Надежда Георгиевна, я увольняться не собираюсь. Вы ничего не докажете. А если поднимете скандал, то в первую очередь полетит ваша директорская глава. И вы это прекрасно понимаете. Так что предлагаю другой вариант. Катя выпускается, а мы с вами спокойно продолжаем работать в школе. Как вам? оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы его знаете? Оксана, прошу вас, это сейчас очень важно. Ну да, это Игорь Кудрявцев, мы с ним на танцах познакомились, он сам ко мне подошел, потом еще пару раз встречались. Он бывало воздумал, да, был один раз, потом исчез, зря я ему тогда позволила. Оксана, вы не виноваты, он вас использовал, к сожалению, так бывает, ему нужно было проникнуть в ваш дом, больше его ничего не интересовало. Это что, из-за заколки? Боюсь, что да. Скотина. Нет, ну ладно я, но парня-то за что? Нет, Наташина, так нельзя. Думаешь, я не понимаю, что ты из-за него? Конечно, сама дура, семья еще та, но настолько же, чтоб увольняться. Ты подумай еще раз, зачем себе карьеру портить? Я уже все решила. Я с ним работать не смогу. Я ж блатная, ты забыл? Попрошу папу, он меня пристроит. На этой больнице Свет Клином не сошелся. Полно других и получше. Музыка. 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 Показывай, послевайте. Так... Доброе утро. Чай будете? Ну да, да. Я понимаю, вы на меня обиделись. Ну и зря. Зря. Я всего лишь хотела предостеречь вас от нарушения закона. Вы же понимаете, что мы не имеем права вести расследование самостоятельно. Так, вы были у Дементьевой. Ну, и что вы узнали? Мостовой никого не насиловал. Девочка решила его так шантажировать. Ясно. Ну, я тоже немного нарушила закон. Я была у секретарши. И выяснилось, что следователь Кудрявцев стащил у нее заколку. Да вы что? Красиво, правда? Но у нас очень мало времени. Нам нужно работать. Скоро выносить приговор. Наташа, вам плохо? Голова болит. На нее напали. Как напали? Ударили по голове в подъезде. Господи. И вы, конечно, не знаете кто. Конечно. Да, видимо, у кого-то сильно сдали нервы к финалу процесса. А вы думаете, поэтому? Не утверждаю, но... И мне угрожают. Если я не осужу мостового, мой муж не защитит диссертацию. А сын вылетит из института прямиком в Афган. Кто вас шантажирует? Одно высокопоставленное лицо. Вы можете сказать фамилию и имя? Я лучше не буду. Понимаю. На меня тоже оказывают давление. Но мы должны учитывать, что это еще не стопроцентное доказательство о невиновности мостового. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного? Вот ты выбирай. Так. Какие у нас варианты? Наташа, вы можете подать на замену по болезни. И тогда дело будет рассмотрено в другом составе. Или я могу подать на доследование. Может быть, я это что-то даст. Или я могу дать 15 лет. Ну, вышестоящая инстанция, конечно же, решение отменит. Им нужен только расстрел. Но решение будет принимать уже другой судья. Я так понимаю, вы предлагаете умыть руки? Клавдия Семеновна, вы подтверждаете, что видели гражданина мостового в непосредственной близости от места убийства 18 сентября прошлого года около 8 часов вечера. Подтверждаю. Видела его супостата. И опознали его среди других лиц, которые были предъявлены вам следователем. Ясное дело. Сразу его зверюга узнала. Очень хорошо. Остальные-то не кудышные были вовсе. Полюгавенькие и низенькие. Свидетель, поясните, пожалуйста, ваши слова. Ну, этот вон какой вымахал. Выкормили на свою голову. А те двое, что рядом стояли, совсем маленькие. Вы опознали подсудимого по прическе? Так он тогда в капюшоне был. Обвинение. У вас есть еще вопросы к свидетелю? Нет, уважаемый суд. Защита у вас будут вопросы к свидетелю? Нет, уважаемый суд. Спасибо, свидетель. Садитесь. Уважаемый суд. Обвинение просят вызвать в качестве свидетеля старшего следователя по особо важным делам Кудрявцева Игоря Олеговича. Уважаемый суд. Давай, я их беру. Сиди. Ты в гостях. Вообще, не переживай так. Я думаю, что моя мама с твоей уж давно поговорила. Наверняка ничего не добилась. Ты мою маму не знаешь. Зато ты мою знаешь. Я тоже думала, ничего уже нормально не будет. Но все наладилось. Тебя хотя бы из дома не выгоняли. Ну, я сама чуть не ушла. Мама вдруг раз и совсем изменилась. Ну, ты чего? Мама. Мама. Товарищ Кудрявцев. Расскажите, пожалуйста, как вел себя подсудимый в момент задержания. Подсудимый не сопротивлялся. На допросах вел себя спокойно, отвечал взвешенно. Как будто ждал этого задержания и готовился давно. Игорь Олегович, подсудимый имел при себе нож. В момент задержания он не пытался избавиться от холодного оружия? Нет. Его задерживали опытные сотрудники. Не было у мостового ни малейшего шанса избавиться от ножа. Свидетельница Клавдия Семеновна Черных сказала нам, что опознать мостового не составило ей труда. Так как другие люди рядом с ним уступали ему в росте и ширине плеч. Игорь Олегович, как вы объясните столь неудачный выбор лиц, предъявленных для опознания? Свидетель преувеличивает. Таких переростков и правда не нашлось, но мы сделали все возможное. Нормальные были. Нормальные были. Подставные. Мне кажется, это у меня по голове. Ирина Андреевна, можно вас на минутку? Валерий Игнатьевич, я к сожалению не могу, меня ждут народные заседатели. Держи. Мы сегодня подали на развод. Держи. Мам! Ань, что случилось? Мне сказали, у вас перерыв. Потом выступление сторонное совещание, так что видимо я нескорая. Мам, ты можешь, пожалуйста, с Димой поговорить? Это важно. Ну хорошо. Здравствуйте, теть Надя. Здравствуй, Дима. Пока, Дима. Я позвоню. И о чем же мы должны поговорить? Ну, видимо обо мне. Вы уже знаете, что Света Жукова была моей девушкой. Мы в тот день поссорились. Света знала, что я не общаюсь с отцом. Целый план разработала, как нас помирить. Я говорил ей, что это невозможно, а она уперлась. Не могла понять, у нее-то с отцом были прекрасные отношения. Дима, а почему вы все-таки так поссорились с Павлом Дмитриевичем? Из-за Марины. Марины, его жена. Да. Я гулял с ней, хотя она старше на два года. Познакомил ее с родителями. Мама тогда уже сильно болела. И вдруг Марина меня бросает. Ты, говорит, хорошее дело не в тебе. Ну, что обычно девочки говорят в таких случаях. А потом, когда мама умерла, я узнал, что у Марина роман с моим отцом. И начался он еще до смерти мамы. Павел Дмитриевич всегда такой заботливый. Да, заботливый. Даже слишком. Дима, если честно, когда я узнала про тебя и Свету, мысли у меня были разные, даже ужасные. Да, я понимаю. Все выглядит так, будто это я убил Свету и теперь меня отмазывают. Да, именно. Но если ты не имеешь к этому отношения, тогда к чему все это? Может, отец считает, что имею. Может, помочь хочет. Может, виноватым себя чувствует передо мной. Из-за мамы, из-за Марины. А может, за карьеру трясется. Может быть, вам все-таки поговорить? Он бы мог просто прийти попросить прощения. Если он, правда, эту Маринку так любит, я бы его простил. Нет. Все перед ним ползать должны. Такие, как он не изменяется. Наташа, прилягте. Так будет полегче. Как голова Наташи? Сильная пульсирующая боль в затылочной части. Терпеть можно. Я пока начну вводную писательную часть печатать. А вы думайте. Давайте думать. Давайте. Что у нас было? Кортику мостового не нашли. Да, как и брошки, брелока и кубика. Да, одну заколку. И ту, судя по всему, следователь подкинул. Но опознание свидетелем всерьез принимать нельзя. Да. Дело сфабриковано. И эти фабриканты ни перед чем не остановятся. Принимайте решение. Я на вас не давлю. И свою точку зрения я не навязываю. А у вас, Ирина Андреевна, тоже немало стоит на кону. Таким образом, исследовав, проанализировав и оценив все представленные обвинениям доказательства, суд пришел к выводу, что органы следствия не собрали бесспорных доказательств вины мостового Кирилла Вениаминовича. И выводы о виновности подсудимого, приведенные в обвинительном заключении, носят предположительный характер. В связи с чем по делу должен быть вынесен оправдательный приговор. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 309, 312, 313, 314, 316 УПК РСФСР, суд приговорил мостового Кирилла Вениаминовича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 102 УК РСФСР, признать невиновным и оправдать его за недоказанностью участия подсудимого в совершении преступления. Меру пресечения содержания подстражи мостового Кирилла Вениаминовича отменить, освободить подсудимого из подстражи в зале суда. Товарищ, товарищ судья! Товарищ судья, товарищи народные заседатели, я хотел сказать… спасибо вам за оправдательный приговор. Я знаю, что этого гада… Простите… Я знаю, что настоящего убийцу все равно возьмут. Но еще одна невинная смерть… Это худшее, что могло бы произойти… Это худшее, что могло бы произойти… Ничего ты ради меня! И скажи честно, разводиться ты даже не собирался! Да не собирался! Да кому-то нужна семью за тебя бросать! Таких баб тысячу! Просто замечательно! Желаю счастья и с женой, и с тысячами! Ты дура неблагодарная! Вылетишь из суда в считанные часы! Мы еще посмотрим, кто из нас вылетит! Я уже подала запрос в прокуратуру по действиям Кудрявцева! А дальше будет видно, куда цепочка приведет! Не сам же он придумал улики подбрасывать и показания скрывать! Ты пожалеешь об этом! Очень сильно пожалеешь! Тихо! Альберт! Я знаю, ты увольняешься! Отговаривать не буду! Да я увольняюсь! И мы больше не увидимся! Но прежде чем я уйду, я хочу знать почему! Что, почему ты увольняешься? Почему ты со мной так? Если вчера тебя просто накрыло от воспоминаний, и я тебе не нужна, тогда ладно! Ну если я тебе нужна, но ты не можешь быть со мной, я хочу знать почему! Ты нужна мне! Очень! Тогда почему? Ты псих, маньяк! Я инвалид, Наташа! После ранения, ты же знаешь! Мне тогда пришлось уехать поступать в институт, но я узнавала, мне сказали, что операция прошла успешно! Угу! Отчекрыжили полкишечника! Нормальным я больше не буду! А у тебя целая жизнь впереди! Прости, Наташа, все, пока! У тебя что, колостома? Да! Зачем тебе нужен мужик с трубкой в животе? Кулущенко! Ты идиот? Ирина Андреевна! Ирина Андреевна! Кирилл Вениаминович! Я хотел вас поблагодарить! Нет, не надо! Абсолютно не за что! Просто сделала свою работу! Хорошо, не буду благодарить! Кстати, вам бы уехать из города и подумать о своем алиби! Маньяк рано или поздно обнаружит себя! И вы будете первым, кого он начал подозревать! Да, я так и сделаю, спасибо! Но если он снова появится, вам бы тоже... Осторожно! Всего доброго! Мам, ты в своем уме? А как же я? А что, Яша, ты? Меня теперь из института вышибут! Не вышибут! Совести у тебя нет надежды! Вот придет на сына похоронка, вспомнишь мои слова! Раскаешься, но поздно будет! А если все время прогибаться, то потом через тебя перешагнут и все дела! Аня, а тебя тут не спрашивали! Мам, я тебя этого никогда не прощу! Твое право, сынок! Зачем тебе жить в одном доме с такой плохой матерью, которая из-за тебя не смогла осудить невинного человека на смерть? А приговорить меня к смерти – это ничего? Вот, именно, Яшенька! А давай-ка, Яша, перебирайся в общежитие, а то на всем готовом живешь! Надя, не смей! Ты что вообще себе позволяешь? А мне надоело, что на меня все давят! И на работе, и дома! Довожу до вашего сведения! Я увольняюсь из школы и иду преподавать химию в техникум! Вот нахалка! Мы ее в дом приняли, оборванку из провинции, а она там указывать нам будет! Сама катись в общежитие! Так, мама! Надя указывает своему сыну! И имеет на это право! Она, между прочим, моя жена, мать наших детей и здесь хозяйка! Никуда она не уйдет! Лешенька! Ты так родной матери! Ой! Ой! Ой, мне плохо! Ой, сердце! Ой! Скорую! Скорую! Не надо тебе такой скорой! Сейчас лекарства принесу! Егорка, неси торт! Ура! Торт! Сам порежешь! Порежу! Держи! Знаете, я что-то подумала! А может быть, нам дачу снять? Хочу на дачу! Да! Я буду к вам на выходные приезжать! А в августе мы все вместе поживем! Ира! Ты все правильно сделала! Вот увидишь! Теперь все наладится! Да! Ну, пришли вам повестку на допрос! Да, конечно, понимаю! Ну, и девочку тоже вызовем! Вы молодец, что уговорили ее заявление написать! До свидания! До свидания! К тебе пришли! Спасибо! Здравствуй! Здравствуй, пап! Когда поезд? Через два часа! Я… Что сказать-то хотел? Да… Просто… Просто хотел объяснить… Я, конечно… Никогда не верил, что ты мог совершить такое… Проще, пап! Я… Я… Я не верил, что ты мог убить! Я просто… Хотел защитить тебя! А меня спросить сначала не надо было? Такую заварил кашу! Невиновного человека могли расстрелять из-за тебя! Следователю виноват, его и посадят! Угу… Скажи спасибо, что тебя только с должности сняли! Мог бы просто поговорить со мной! Ничего не мог! Из-за Марины? Да… Дим, поверь… Я любил твою маму… Папа… Мне нужно от тебя одно слово услышать… И все… Прости… Давай, подвезу тебя… Не надо… Меня проводят… Окошко… Подошка… Кошка… Нет… Окошко… Так, девчонки, дайте тети Наташи отдохнуть с дороги… Да ладно, весело же… Со своим скоро наиграешься… Тебе когда срок ставят? В апреле… Еще как до луны… Так… Ну что… Жарим шашлыки или ждем? Жарь… Ты же знаешь Альберта… Он может быть сегодня вообще не приедет… У него или операция… Или еще что-нибудь… Тетя наша пойдемте с нами… Девчонки… Давайте лучше в испорченный телефон еще поиграем… Так, девчонки, отстаньте от тети Наташи… Много свои сокровища покажем… Сокровища? Ну пойдем… Тетя Наташа, сюда, сюда… Ничего себе, у вас здесь целый штаб… Ага… Ну где сокровища? Вот это наше сокровище… Мы их тут нашли… Ну давай посмотрим… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тетя, санитаж, все нормально. Так, девочки, убираем сокровища на место. Это будет наша тайна. А теперь спускаемся вниз, только тихо. Давай, идите к родителям, я сейчас. Девчонки, а где тетя Наташа? Она сейчас придет. Девчонки, а где тетя Наташа? Девчонки, а где тетя Наташа? Ну так, а это что случилось? Ничего, я просто на станцию иду позвонить. А так быстро? Да. А кому? Альберту. А зачем? Просто Альберту позвонить. Саша. А давай я тебе покажу короткую дорогу через лесок, так недалеко. Саша, Саша, все не надо. Ай, стоп. Я держался. Я тебя не трогал. Я думал, ты мой друг, а ты такая же, как все они, да? Батья такие, как ты любил. А мамка потом вприплю. Стой! 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 Саша, стой! Стой! Саша, стой! 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 Наташа? Стой! Стой, Саша, стой! Аташ, я убью вас, нет! Стой! Альберт, вот. На, Лёд, на! Все. Это он. Это он их всех. Это Сашка. Руководство из статьи 309 УПК РСФСР суд определил. Освободить Ерыгина Александра Ивановича от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния, предусмотренного пунктом 3 статьи 102 УК РСФСР. Применить к Ерыгину Александру Ивановичу принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Оль, 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 прости меня. Оля, прости меня. У них, у них, прости. Оль, Оль, я не хотел. Но это они все такие. Только ты у меня есть, Оля. Слышишь, Оля? Ольга! Оль, подожди! Ты что? Оль, мы поможем. Ты только скажи. Тебе и девочкам все, что нужно. Не надо. Не надо, ребят. Мы едем куда-нибудь далеко. Оль, ты позвонишь? Наташа, не переживай. Малышу нужны положительные эмоции. Да я знаю. Только где бы их взять? Поехали домой, я тебя спать уложу. Будут тебе положительные эмоции. А давайте-ка лучше к нам в гости, а? Чайку попьем, посидим по-человечески. У нас у мамы много свободного времени появилось. Так она нас со своими плюшками закормила уже. Ой, моя обжора от плюшек не откажется. А Ирину ждать не будем? Ей Егорку еще из садика забирать. Ну тогда поехали. ПО configured. ПО Ириня, да? Ну ты кто? Поехали. 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 Валево. Поехали. У нас у нас ума сошла. Поехали. 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 Ого! Ирина Андреевна. Кирилл Иоанн Милович, я же просила вас не благодарить. А я и не благодарю. Просто дарю. Ты же упёртая, Марин. Ты ж пока здесь всё по винтикам не разберёшь, не успокоишься. Опять новый труп. Где начнёшь копать? Я начну копать под водой. Афродита из пены морской. А таргать не кто на. Марина, спасай я в ловушке. Что у нас тут? Проникновение? Угроза убийства? Очередной фиаски в любви. Устоишь? Удержишь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова